Дневник народного артиста А вот и вторая десятка финалистов. И Виктория Ирикинова, Волгоград. Все эти ребята прошли жесткий отбор жюри и приехали соревноваться за место в суперфинале. Их уже знают и за них обязательно будут голосовать. Дневник народного артиста Дневник народного артиста Но нашим ребятам уже не нужно объяснять, что такое настоящие профессиональные репетиции. А первое, с чем им пришлось столкнуться, это конверты с песнями. Из них необходимо выбрать ту, с которой нужно будет выступить в пятницу в прямом эфире. Дневник народного артиста Окружающие могут принять это за попытку подлиять на выбор прямого конкурента. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Скорее подстегивание самого себя в том, что нужно постараться быть лучшим. Опыт выступления первой десятки показал, что вопрос о выборе песен является первым и наиболее важным. Всегда следует помнить о том, что песня должна соответствовать образу, внутреннему миру и возможностям исполнителя. Все участники во второй десятке это прекрасно понимали и отнеслись к такой задаче с предельной серьезностью. Дневник народного артиста Дневник народного артиста Алексею Гомону после долгих колебаний все-таки удалось определиться с выбором самостоятельно. С этой композицией он чувствует себя вполне комфортно. Совсем скоро мы увидим, как о его выборе отзовутся судьи и самое главное, как его оценят телезрители. Песня «Печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня». Я выбирал последнюю песню, мне выбора большого не было, всего две на выбор. Я выбрал ту, что требует мозги. Не знаю, хватит ли у меня мозгов на эту песню, но она очень сложная. Это «Позови меня, любая». Не знаю, а себе ее нету, смотрим. Будем надеяться, что все остальные участники тоже не ошиблись с выбором. Уровень их вокальной подготовки не вызывает сомнений, а возможны и преимущества. Песня «Печаль моя, позови меня, позови меня, позови меня, позови меня». В этой десятке очень хорошие возможности, как у артистов, как у вокалистов. Но у них есть некоторая такая самовлюбленность, которая мешает в работе. Они уже чувствуют себя, может быть, как-то более увереннее. Они даже нисколько увереннее, наверное, они просто посмотрели на предыдущих ребят. И они уже знают, как лучше себя подать, какие свои, может быть, не самые лучшие качества спрятать. И поэтому вот это, наверное, и мешает, потому что на самом деле они такие не очень искренние. То есть я не хочу их обидеть, но есть такой момент. Хотя ребята очень талантливые. Кто станет народным артистом, теперь зависит только от вас. Вы можете проголосовать на нашем сайте или позвонить по телефону. Вот тут начинается самое интересное. И вы никогда не задумывались над тем, как телефонные звонки попадают прямо в компьютер наш? Я один раз задумался, потерял сознание, упал после этого. Давайте лучше предоставим слово специалистам. Правда? Пожалуйста. Для каждого участника происходит свой номер телефона. Все звонки поступают сюда на оборудование со всей России и в режиме реального времени отражаются на экранах телевизора. Результаты можно показывать, вернее, иметь как в абсолютном значении, так и в процентном соотношении. Естественно, в процентном соотношении это более удобный метод отображения, потому что сразу видно, кто является победителем. И тем, кто сидит около экрана, не надо посчитывать, там, плохушку, он меньше. В общем, сразу видно. Ну что я могу сказать? Начало, я считаю, неплохое. Хорошее начало. Кстати, победитель, возможно, находится именно среди этих ребят сейчас. А мы завтра снова заглянем на репетиции. Это был дневник народного артиста. До встречи завтра на телеканале «Россия». Хотите почувствовать? Грая народный артист. Здравствуйте. В эфире дневник народного артиста. Привет. Вчера вы видели, как участники репетируют, разучивают свои песни. А сегодня мы посмотрим за тем, как участники вместе со стилистами подбирают себе подходящий образ. Да, а еще и ждут очень важное занятие с Борисом Моисеевым. Называется «Мастер-класс по сценическому мастерству». Красиво называется. Как ребята все успевают, я вот не могу понять. Непонятно, что от них останется к завтрашнему вечеру. Просто рожки да ножки. А мне понятно, что от них останется. Для артиста, поющего на сцене, помимо вокала, необходимо дикое количество других профессиональных навыков. Чтобы сделать концертный номер ярким и зрелищным, нужно знать и чувствовать то пространство, на котором приходится выступать. А также владеть всякими приемами актерского мастерства. На опыте предыдущей десятки мы видели, какие результаты могут дать участникам мастер-классы у профессионала. Уже во время разминки опытный глаз Бориса Моисеева видит, кому и над чем надо поработать. Бедра, бедра, только бедра раскачивай. Бедра, бедра, красиво. Три, четыре бедра, бедра. Красиво, бедра, ни у кого не работают. Упсик, что у нас бедра? А? Чего ты меня смотришь? Легко не закрываешь. А животы почему торчат у всех? А плечи чего на носу у тебя одеты? Зачем плечи на носу одеты? Плечи отнесились, что я приняла? Опусти рук, опусти. И так думаешь, что девятый размер. Вроде они не убьешь, сейчас их всех не сдадим. После разминки ребятам было предложено в качестве тренировки поставить законченный концертный номер. Бедра крутой. Видите, какой красивый мой счет. Маленький антре. Они уже пришли ко мне не просто как к актеру Борису Моисееву, они пришли как к педагогу. И мне было важно в них на первых уроках вытащить их характер и их суть, и как они вообще понимают свое пение, свою профессию, свое отношение к публике. Вот он заканчивает, такое мы делаем Борису. Он заканчивает свое сольное выступление. Вот на этом заботе. И следующий номер он представляет своих коллег, друзей. Это московская поп-группа «Стрекоза». Солистка такая. Должен коротко сказать ее маленькую биографию. Вот спектакль. Эстрадный шоу для людей. Попробуй. Поехали. Все, ты заканчиваешь. Ты заканчиваешь. Поехал. Даже если артист исполняет очень красивую песню, любое выступление на сцене может быть испорчено неграмотным выходом или финалом. Поэтому ребята с педагогом тщательно прорабатывают все детали, которые могут быть видны, в данном случае, воображаемому зрителю. Почетное право открыть этот мини-концерт и, как следует представить своих друзей, достается Андре. Спасибо. Я хочу сейчас представить вам группу, новую группу, которая за короткий период стала популярной. Итак, встречайте. Группа «Стрекоза». Поехали. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила нами Катюша На высокий берег, на крутой Выходила нами Катюша На высокий берег, на крутой Ну что, какую оценку вы бы себе поставили? Три. Два. Чистая двойка. Вы хореографию не запомнили? После такого яркого выступления нашего товарища Вы вышли все с провалом на лице Вы вот такие вышли Ансамбль «Стрекоза» Вы подходите под название Ансамбль «Геморрой» Четвертой степени Инвалидность после войны 1812 года Никто из ребят не захотел проверять, что будет, если не следовать замечаниям Бориса Моисеева Молкий берег на крутой Мы друзья и велел Мы шли Мы уроки И мой приход к вам Для вас был каким-то настоящим событием Вашей дальнейшей жизни Навеки ваш Учитель танца Боря и Смирь Как и у всякого профессионала У Бориса Моисеева свои методы работы с молодежью Жестко, четко, эмоционально Даже может быть слишком эмоционально Но мне очень понравился комплимент Мне назвали кокеткой Мне понравились занятия В плане того, что с нами занимались не только хореографией Но и чисто актерской линией Потому что он как бы дал нам понять Как надо реагировать на зрителя Что нужно его чувствовать уметь Вот поэтому Как бы я в восторге Я специально сделал такой урок И минимум хореографии Для того, чтобы Они соображали, что такое есть настроение И для чего они выходят На сцену И ради чего вообще Это все делается После мастер-класса по сценическому мастерству Участники впервые попадают в студию Откуда будет вестись прямой эфир большого шоу в пятницу Чтобы ребята привыкли к тому, как звучат их голоса в этом помещении Педагог по вокалу провела с ними небольшую репетицию Но только голосом и сценическим мастерством добиться победы в телевизионном проекте почти невозможно Последняя немаловажная деталь, которая придает образу любого артиста законченный вид Это правильно подобранный костюм На этом этапе подготовки с ребятами работает стилист Каждый из участников знает, что одежда, обувь и аксессуары Должны соответствовать их песням И подчеркивать все возможные преимущества их внешности Стилисты мне предложили такую классную рубашку Вот стилисты Предложила классную рубашку Элла мне Мне она очень понравилась В ней есть и что-то матчевское Есть и что-то нежно-романтическое И в то же время что-то такое неординарное И в принципе достаточно классическое То есть она в моем имидже состыковала все направления За что ей большое спасибо А вот Андре решил отказаться от черного цвета в своем костюме Стоило бы поинтересоваться почему В костюме есть что-то вот вырез шеи Что-то восточное, наверное, здесь есть И как бы подходит с моим образом, с моим лицом С чертами лица Мне нравится лично В костюме Оксаны нет ярких цветовых пятен Но от этого она не будет выглядеть на сцене менее ярко Мне нравится, я бы, например, сюда добавила ремень Какой-нибудь ремень Очень такой Пока не знаю какой Может быть из камней каких-нибудь Таких синих Что-нибудь такое синее Да Я бы добавила А вот это вообще оригинальная штучка Очень понравилась Это мощная Мягкий характер Иры исключает присутствие в ее костюме металлического блеска Стоило со стилистами подобрали мне вот такое красивое платье Оно такое летящее тоже У него такой оттенок трепета И чувственность и легкость Мне это очень понравилось Я думаю, что все будет отлично Главная деталь моего осеннего туалета Это, похоже, вот этот очаровательный палантин Такого ярко-красного осеннего цвета Чтобы была одновременно и зрелость, и юность в образе И глубина, и легкость Потому что песня классная, я ее обожаю И я надеюсь, что вот эта деталь мне очень поможет Потому что мне она очень нравится Наиболее логично свой выбор может объяснить Юля Первый планировался сделать темным Я боялась, что это оттолкнет песню Все-таки о свету, о чем-то Мы сделали вот такой вот топик Очень красивый Хотелось оставаться немножко романтичной при этом Топик очень открытый Но я считаю, что все, что присуще нам от природы Менее всего достойно обсуждения А вот как умение ребят участвовать в создании своего имиджа Оценивает стилист Все ребята, абсолютно все, очень понравились И они настолько уже вот сформированы Они настолько как бы вот уже индивидуальности Что приходится коррекцию какой-то вот Их как бы образа делать совершенно незначительно Потому что они уже индивидуальности Но иногда индивидуальность артиста может выбор костюма только осложнить Оле было из чего выбирать, но остановиться на чем-то определенном она не смогла В такой ситуации махнуть на все рукой было бы преступлением Пытались еще как-то решить эту проблему Но сейчас вот я пока развожу руками И осталась последняя без костюма Не знаю, что из этого получится Надеюсь, что я все-таки выйду нарядной на сцену В отличие от Ольги, Виктория выбрала себе костюм Но теперь почему-то хочет изменить свой выбор Подобрали вот этот вот костюм Но я думаю, что слишком как бы грустно Песня более нежная, ласковая Я бы хотела что-нибудь такое Поярче, посветлее Сейчас в Москве глубокая ночь Ребята все устали Репетиции продолжаются Я сейчас не совру 23 часа подряд идут репетиции У нас, честно говоря, уже нет сил принимать участие В этой подготовке к финальному шоу Вам, зрителей, будет очень трудно выбрать Из этих 10 человек Знаете, какие они все талантливые? Они очень талантливые Обратите внимание, они даже и спят сейчас талантливые А если вы уже выбрали своего народного артиста То завтра обязательно проголосуйте именно за него И тогда у него появится очень большой шанс выйти в суперфинал Смотрите на завтра, вернее уже сегодня И голосуйте До встречи в большом шоу Шоу продолжается Это программа Народный артист Программа, где все-все-все поют Программа, где все решит твой голос Народный артист Народный артист Последние новости каждый день В эфире и в интернете Большое шоу Каждую пятницу на канале Россия Привет, это дневник Народного артиста Здравствуйте В прошлую пятницу вы, позабыв про все на свете Смотрели, как выступает вторая десятка финалистов А потом? А потом оборвали нам все телефонные линии Звонили, как сумасшедшие Голосовали за тех, кто понравится Но это не самое страшное Самое страшное то, что для семерых Из этой десятки Это выступление было последним Тяжелое знание О том, что они никогда не станут народными артистами Отравляют их жизнь И тут на помощь приходят верные герои Чип и Дейл Нашей программы Феркл Толстая и Иван Урден Мы, кто как не мы Можем помочь Прилежить участникам Проглотить эту горькую Колючую Пилюлю Пилюлю Даже очень серьезным конкурентам Проигрывать тяжело Но во второй десятке финалистов Все выбывшие Нашли в себе силы Держаться достойно Ну рассказывай Как твои впечатления Вы хотите узнать Расстроилась я или нет? Нет, нет Ну вот Филла хочет это узнать Ну вообще расстроилась Но если только совсем чуть-чуть На самом деле я очень рада Я считаю, что зрители Выбрали достойных кандидатов Я просто очень рада за ребят Больше я расстроилась Потому что я не хочу с ними расставаться К сожалению Это маленькое приключение Для меня уже закончилось Юля выглядела так Будто происходящее Не является для нее сюрпризом Возможно она сумела Взять себя в руки Сразу после объявления результатов А может быть Итоги голосования Соответствовали ее прогнозам Легче вдвоем Я думаю, что моё выступление Было не самое лучшее Я очень рада Я недовольна себя Позади Холод груди Позади Все позади Когда забудешь ты меня Засыпет листьями дороги Объяснять Ирине Насколько сильным вокалистом она является Нет никакой необходимости Ей всегда было известно Что у нее были все шансы Пройти в суперфинал Будет ли она и в роли проигравшего Держаться так же профессионально Как на сцене Мне все очень нравится И я рада за ребят И я считаю, что мы действительно Все молодцы Конечно могла лучше То есть плохо что-то было? Нет, не то что было плохо Но могло быть лучше Могло быть лучше А почему не было лучше? Не знаю Не знаю Я не считаю, что плохо Я считаю, что хорошо Но я считаю, что все ребята Достаточно сильно выступили Особенно те, которых взяли в тройку Я нисколько не сомневаюсь В их таланте Ты лучшие ребята действительно? Наверное, лучшие Наверное или лучшие? По твоему мнению? Я не могу точно сказать Ну хорошо Назови свою тройку лидеров Которые, по твоему мнению Ребята, которые должны были пройти Может быть даже с собой Я не могу называть тройку лидеров Потому что мне нравится вся десятка Ну почему? Ну перестань Ну кто ты уже? Кого ты же все равно выделяешь Внутри себе Я очень люблю айсберга А, значит Оксана Оксана, да Оксана прошла Хорошо, еще Леша Чумаков Леша Чумаков прошел У нас последний кондитор Прошел Леша Гоман Но еще же есть очень много Упоющих Может быть ты? Наверное я, да Да, ты? Да, безусловно То есть вместо Леши Гомана Должна была быть ты? Безусловно Я не знаю, если Ну почему не знаю? Перед самым объявлением результатов Атмосфера в студии Раскалилась сильнее Чем осветительные приборы Что переживали участники За несколько минут До подведения итогов То, что творится у меня на душе Просто не объяснить Это и чувство страха И паника просто И какая-то надежда И все-таки думаешь Нет Ты в пролете Просто в полном Я не знаю Мне действительно Как бы С одной стороны Искренне жалко То, что я вот сейчас Вот так вот Дергаюсь Боюсь Боюсь, конечно Каждый из нас боится Здесь результатов плохих Каждый Потому что Столько сил Каждый из нас потратил Столько души Вложил В свою работу Я просто надеюсь На то, что Все будет хорошо Как фильм Когда рушатся Такие надежды Сохранять спокойствие Очень тяжело На месте Виктории Многих такая неудача Могла бы раздавить Правда, что ты работала Целый месяц Чтобы заработать на билет Чтобы приехать к нам сюда? То есть Вот так вот сама Абсолютно Ну естественно Ну а кто мне поможет? Скажи А вот теперь не обидно? Тебе не кажется, что ты зря работала? Нет Нет? Если честно Первый раз в жизни У меня такое просто Спокойное чувство Я не расстроилась даже Все равно Я чего-то добилась Как-то на ступень выше Я поднялась все-таки И морально И физически И в плане вокала Со мной занимались Лучшие, наверное, люди Просто как бы Я очень многое взяла И для себя лично Ты веришь в случай? Ты веришь вообще В удачу? Это же случай, что Члены жюри Пришли просто поужинать В ресторан, где ты пела? Да И первый, кто меня как бы заметил Меня очень удивило Что на меня так вот прям Смотрит Очень так вот Яростно Что ты подумал Что ты подумал в этот момент? Сует до света день К ночи близится день Разноцветные пташки За окном чирикали Ну, как ты Не знаю Мне не очень нравилась эта песня Почему ты выбрал Наверное, мне тоже Я только что Разговаривал там Наверное, выбор песен Неправильный был Ну, ты же Ну, совершенно Как бы Вот, может быть Что в этой песне было Хоть для тебя важного? Я более хотел песню какую-то Наверное, лирическую Лирическую А почему что ты взял бы Сделаю? Потому что выбора не было Это осталась одна песня только? Нет, не одна Там были песни, но Типа Песни моей души Песни моей души Там не было Я ты выбрал эту Скажи, кто больше за тебя голосовал? Москва Кстати, да Москва голосовала Мне сказали только что Ах, тебе сказали Но все-таки У Москвы высокий вкус Наталья Сидорцова Могла запросто Перепеть кого угодно В своей десятке Но когда решение Принимает зрительская аудитория Какие-либо прогнозы Делать очень сложно Что помешало ей Пройти в суперфинал? Возможно, теперь она Сама знает ответ на этот вопрос Наташа У тебя самый сильный Точно Самый Отчетливый Голос Среди всех Кто пытался Пробиться В финальную десятку Почему нет? Я не знаю Зритель Непредсказуемый И может быть Может быть Прав Тигран Киосен Что мой вокал Не для всех Может быть Мое время еще не наступило Но он обязательно наступит Такой ответ Вполне может Сойти за оправдание Удовлетворит ли он Ваню и Феклу Говорят, что ты выбрал Не такую песню Которая дала бы тебе Возможность проявиться Во всей красе А ту, которая тебе больше всего нравится Может быть Надо было подумать о голосе Осень мне нравилась Она мне Очень нравилась По настроению По мелодике Но Возможно Она немножечко Такая легковесная И по И с вокальной стороны И со стороны Темперамента То есть у меня слишком Такой бешеный характер Который Может быть Под эту песню Не очень подходит И мне приходилось Себя Немножко Ну так Сдерживать Да Не только В плане там Вокала Да Но в плане Эмоций Эмоций Скажи пора Если вдруг Можно было бы все переиграть И начать этот день сначала Как бы ты По-другому себя вела? Я бы ничего не меняла Я никогда не жалею О том, что сделано Выступление Натали Сурниной Смотрелось вполне достойно Скорее всего Ей в этом помогла Ее хорошая вокальная подготовка Но не тает кусочек льда Освоей подготовки Именно к этому Так у меня не было Потому что Я думаю Именно в этом случае Спонтанность Вот эта Выбор песни мой Повлияет на будущее И думаю Я покажу Всеми своими эмоциями Всех своим голосом Я постараюсь Подать людям Вот этот характер Этой песни Буду надеяться Что меня поймут Ты выбрала льдинку Ты понимаешь Что это все равно Что подписать Смертный приговор И ты ее выбираешь Ты знаешь Ты смотрела Все отборочные туры Ты знаешь Как все Реагировали на то Что И в том числе Лариса Дальни Когда пели ее песни И ты знаешь Что это вызовет Какой-то негативный Мод со стороны Отличаю серьезно Пожалуйста По протоколу Эта песня Очень серьезная Льдинка Ее надо было осмыслить Перед тем как петь Ты осмыслила Я осмыслила все Лариса Дальни Сидела рядом И я чувствовала От нее Все эмоции Я просто брала Их все Я думаю Я все-таки Сделала правильный выбор Песни То есть не из-за этого Все хорошо Вы показывались На тех предыдущих этапах Гораздо лучше Чем сегодня Не знаю Что вас ждет Но Хочу пожелать вам удачи Знаешь что Даже не то что знаю Я уверена Что Многие Как бы Хотят меня слышать Я буду Для них стараться И делать Все самое хорошее Слушай Не зря ты приехала В Москву Сегодня Нет не зря Абсолютно Я много взяла От преподавателей Наших Кто с нами работал Я думаю Кто угадал Кошелеку преподавать Таня Я его верну Тебе не хватило Буквально Буквально Немного голосов Почему Как ты думаешь Может быть Потому что Говорили судьи Что ты слишком Идеальная Слишком положительная Мне трудно Сейчас судить Потому что Это Требует Некоторого анализа Сейчас я Не способна На это Может быть Они не правы Я не знаю Ты что думаешь Сейчас я Пока прислушалась К их мнению Будешь тебя портить Не буду Зачем Чего тебе Будет не хватать Больше всего О чем ты будешь Скучать И почему Грустить По Этой Классной Сумасшедшей Обстановке Вот такой Бурной Такой Эмоциональной Это здорово Потому что Там где я находилась Это была другая жизнь В городе Тула Совсем другая жизнь Тут я оказалась В каком-то невероятном Нереальном мире И вот в нем Хочется жить В нем По-настоящему Хочется жить В словах Ольги Не чувствуется Ни обида Ни разочарование Если бы за нее Проголосовало Хотя бы на 3% Больше зрителей Она могла бы Сейчас принимать Поздравления А не соболезнования Я думаю Я думаю Что мама Больше всех расстроилась Знаешь Больше чем я Я вижу Я вижу Я посмотрела На ее лицо Я вижу Что она тебе сказала Она еще ничего Не успела сказать Она сказала Дома поговорим Нет Нет Мама другой человек Но то что она расстроилась Это заметно Заметно Даже наверное Я лучше себя чувствую Сейчас Потому что я радуюсь Искренне радуюсь За тех ребят Которые прошли Ну и Да Вот эта вот надежда Огонек у меня еще есть А мама еще об этом Не знает просто Вы в принципе Очень достойно Вы выступили Мне очень понравилось Я смотрел на себя В телевизору Я все время сиял Потому что каждый Кто выходил Мне все очень нравились И вы не расслабляетесь Потому что во-первых Мы точно сделаем Многим из вас предложения А во-вторых Уверен что Вот десятый участник Будет точно Из вашей Из вашей десятки Это только мнение Председателя жюри Скоро мы узнаем Что скажут остальные судьи Это будет Добрый вечер Добрый вечер Это дневник народного артиста Определились еще Три человека Которые войдут В суперфинал И будут участвовать В последующих концертах Они сейчас На седьмом небе От счастья Потому что Эта победа досталась Им не от жюри А от вас От телезрителей Герои этого выпуска Получили шанс Продолжить свое участие В телепроекте Народный артист Они смогли доказать Своё преимущество Перед остальными По-настоящему Талантливыми участниками Совсем скоро Мы снова увидим Их выступления Господа Позвольте представить вам Трех победителей Этого тура Это три Уже суперфиналиста Это Оксана Казакова Алексей Чумаков И Алексей Гоман Оксана Казакова Проходила предварительные Прослушивания В Санкт-Петербурге Она запомнилась Судьям И своим вокалом И своими манерами Я просто У меня радио Вы кукетка Что-что? Кукетка, говорю Кукетка Отдай бумажку Антон Если говорить серьезно Мне В целом Все в совокупности Когда вы пели Мне скорее понравилось То, как сейчас Сейчас вы себя ведете Мне не нравится Вы играете Кокетничаете Безусловно, это хорошо Но во всем Есть просто мира Слушай, вот тебя На первых Отборочных турах Жюри обвинила В некром кокетстве Помнишь такое? И ты потом Как-то поработала над собой Ручку кокетства Громкость кокетства Уменьшила, да? Да нет Понимаете, дело в том Что Просто я пыталась Себя взбодрить Оксана Сделала верные Выводы из комментариев Судей Это было видно Еще перед Перед началом репетиций На самом деле Изменилось все Изменилось Во-первых Меня стали узнавать Просто Хожу по магазинам И Ой, мы тебя видели То Очень приятно Вот Я возрослела Наверное Увидела себя Другой какой-то И внутренне И внешне Вообще Меня Во время выступления В прямом эфире Оксана волновалась Не меньше, чем другие Участники Я боялась, что у меня Что-нибудь 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 Задражает Ничего не задрожало Спел Очень быстро прошло Я не успела Ничего почувствовать Понять Пуще Как это окрасыв Все Жалую Я думаю Что зрители Оценят вас положительно Вы очень хорошо Сегодня выглядите Я с удовольствием Дарю вам Этот комплимент Я бы Знаете, что бы сказал Мне нравится Мне нравится Эта загадка Которая у вас Оксана Ну ты По-моему Подавлена Тем, что произошло Ты как-то Ты и так И там Ты говорила Тихо-тихо А сейчас Как-то вообще Груз победы Обрушился На отца Ты просто Не задавил Да Да Я Отпразднуешь Как-нибудь Свою победу Разумеется Конечно Как Я думаю Что мы Соберемся Все десятки И как следует Зажигай Ну ходят слухи Вообще Ты на Киркорова похожа Да Вот это И это Почему ты похож на Киркорова Это не вопрос Сейчас отвечу Просто Часто тебя сравнили Я совершенно Не стремлюсь Быть похожим на него Но Вот Родила меня Природа Таким Мама Папа Почему вы меня родили Похожим на Филиппа Киркора Ребят Главное Главное Весь То что Пусть где-то нос Там глаза Подбородок Я знаю Губы Уши Уши Пол Одинаковый У нас Вот Схожи Главное Уметь По-разному Доносить Доносить До публики То что ты хочешь сказать Ты уже скромничаешь Но уже скромничаешь Как человек Уже С масштабом Ваня Я могу сказать, что я не опытный человек В отношении музыкальной индустрии Но Очень много новшеств И это такая Классная школа Во-первых, школа Во-вторых Умение Быть в коллективе И в то же время Выделяться Из всех Но стараться Это делать Как это делают все И у всех получается Это во-первых И во-вторых Общение С Действительно Достойнейшими людьми Об этом можно только мечтать Мы встретимся с тобой Мы встретимся В повседневной жизни Во всех Крутые Все настоящие Да? Все А тут А тут Все так комом свалилось И все очень профессиональное И неожиданное Для нас Каждого Из нас Что мы Поджали немножко Свои хвосты И И поняли Что Может не все так круто В нас Как нам кажется Сначала меня беспокоило То, что я Я себя неуверенно чувствовал Вообще Но потом начались репетиции Как-то уже Как-то все укрепилось Вот буквально Вчера вечером Весь Чашный день Я сидел И Меня очень беспокоило То, что я Не волнуюсь Меня это очень пугало Потому что это плохая примета И вообще Это так не очень Надо полноваться Всего Я принес Но сейчас Ко мне возвращаются Я волнуюсь И зеваю И когда Волную Всегда зеваю 28,3% Алексей Гомон Судя по твоему лицу Когда ты вышел Уже в ранге Победителя Сегодняшнего этапа Конкурса Ты Очень был удивлен По-честному Я очень удивлен Серьезно Правда? Почему за тебя голосовали Я не знаю Правда Я без понятия Честное слово Все дураки Никто не должен Поголосовать Больше всего Меня шорошало То, что я Обошел Чумакова Серьезно Я когда увидел Десятку У меня вообще Был шок такой Лучше бы там Панайотов был Еще кто-нибудь Только не Чумаков Я вообще Чумаков вообще Это главный сапет Он и поет И выглядит классно То есть вообще Супер такой человек Я очень боялся И когда я его обошел Я просто А за счет чего Это произошло? Я не знаю Правда Честно Алексея Гомона Билла, пожалуй, даже сильнее Чем если бы он вообще Не попал в суперфинал Во всяком случае К такому исходу событий Он точно не готовился Я спел Нормально Я не знаю Как я спел? Я спел Все, я не думал Честно Я смотрю в камеру Представлял себе Что-нибудь такое Женщину красивую Кроме там Что-то Мама Не знаю Трава, деревья Коровы Коровы Вот В общем Я представлял себе Свободу В общем Что я на чистом поле Находу Грусть печаль моя Грусть печаль моя Позови меня Позови меня На закате дня Позови меня Позови меня Позови меня Баланс Позови меня У меня Все время Все время Вылезает Все время Вот я С этим Борюсь Скажи В результате Ты народный артист Позови меня Хорошие предложения Выбирай 12 стульев Или продолжение Конкурса Народный артист Не титул Народного артиста А продолжение Конкурса Народного артиста Что выбираешь Я продолжение Наверное Выберу Там хоть То есть риск Риск Там конкуренция Хорошая Это все Мы очень надеемся Что эта хорошая Конкуренция Заставит тебя Перейти Еще лучше Перейти на новый Профессиональный уровень Не выпендрежничать И выглядеть так же Как ты говорил сегодня Чтобы все Те кто голосовал За тебя сегодня Голосовали за тебя И дальше Спасибо Леша Спасибо большое Это был дневник Народного артиста А мы с вами Увидимся завтра Пока Пока